добрый вечер время варкрафта дамы и господа хотя почему я решил что вы смотрите это вечером не знаю наверное все самое интересное лучше смотреть в позднее время суток с семьей собравшись у своих мониторов но в какое бы время вы не смотрели этот выпуск рубрики в 3 best replays от сайта goodgame.ru с вашим покорным слугой бани вуром новая серия прямо сейчас мы будем с вами наблюдать противостояние хумана против орка на карте я готова на карте секрет вейлей кошка решила что пора начинать играть играть со своим шариком нет вы не про тот шарик подумали у меня еще раз подчеркиваю кошка и у нее только один шарик пластмассовый даже если было был кот вряд ли бы он дожил до четырех лет с двумя шариками мне нужны тихие спокойные уютные кошки стерилизованно кастрированы ладно от кошек перейдем к оркам и людям видим что орк наверху хуман внизу и здесь пока все стандартно карта в общем-то считается орочи в виду двух прекрасных фонтанов жизней на которых мастер может бесплатно выхиливать себе здоровье но и вообще врач армия прекрасно чувствует себя на любой карте с фонтаном жизни поскольку у них есть эмпатия они жирные и массовых сил для орка это ну в общем лучше что может быть вообще полезнее не выходит то блэйд мастер из алтаря у орка да кстати давайте отметим что за хуманов играет джентльмен с никнеймом надо ну надо так надо что уж сделать грешуя на знаменитого корейца по starcraft у родна ду но скорее всего не крафт это какой-то другой человек кто играет за орка вы наверное могли уж тоже лицезреть но я не заметил не увидел смотрю эту демку вместе с вами в живую в лайф формате поэтому будем удивляться вместе хуман отправляется на криппинг зеленой точки причем это стандартная зеленая точка но алтарь хуман поставил неправильно зачем-то с правой стороны не сделал power build алтаря своего и в результате чего орочий герой естественно успеет через виндволк и продажу телепорта прибежать на эту точку жирную подбегает блэйд мастер делает решающий удар мечом забирает девайс забирает экспу и крайне огорчает хумана но хумана остается неиссякаемый запал оптимизма он ничуть не смущается произошедшим и невозмутимо продолжает продолжать свою игру вообще орок здесь будет действовать по принципу на коммунизма по принципу социальной революции все пополам такой девиз шарикова да отдай награбленная в мозолистой руки хотя бы половину назвать йоцуру этого самурая якудзу с клинком рабочим шариковым конечно язык не поворачивается тем не менее действует он по пролетарским законам хуман начинает стандартную свою процедуру он бегает архимагом от блэйд мастера заставляя обоих и лошадь свою и блэйд мастера прокачивать кардио сам же крепит мелкие точки при помощи рабочих крестьян и ополченцев а также футменов конечно своих рыцарей на двух ногах рыцарь без лошади вассал вассал тир-3 юнита хумана в принципе делать это весьма успешно орк рабочим должен это засечь сейчас гранта отводит на фонтан чтобы подхилится но вездесущий хуман и здесь сбивает орку намеченные планы грант вынужден эвакуироваться из-под внезапно проснувшихся и крайне агрессивных монстров хуман покупает просветку и сапоги и выходит выездная бригада бригада скорой помощи в виде пяти человек пяти пизантов скорее всего выходит на застройку потому что куда им еще бежать я совершенно себе не представляю орка тем временем доделывается грет на тир-2 хуман отменяет под шумок магазин орк все понимая заказывает две вышки как раз против застройки потому что лесопилку он загодя расчетливой дальновидно поставил пораньше ну и начинается классическое повествование в матчапе орк хуман хуман пытается строить вышки орк пытается строить катапульты и отстраивать свои башни для того чтобы отбиться от застройки невероятная битва в это время блэйд мастер подхиливается на фонтане и сейчас придет полный сил свежести и энергии у него две цирклетки и перчатки скорости довольно живенько он будет нарезать рабочих сейчас главная задача орка но во-первых лесопилка поставлена для того чтобы заказывать катапульты во вторых чтобы строить свои вышки и то и другое орк сейчас будет взять зачем-то а отпустил футмена блэйд мастер на не нанеся ему последний и решительный удар футмен отправляется на красную точку надежда что там тоже есть фонтан но его величайшему огорчению он нашел только здоровых спящих бугаев но тем временем блэйд мастер показывает почему его называют мастером клинка довольно бодро вырезают футменов правда нет 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 те цели он выбирает конечно нужно вырезать не футменов и эллимов а рабочих пизантов которые строят вышки на пару с логовом кстати довольно бодренько отменяется построившийся башня и продолжает блэйд мастер зачем-то прессовать футменов вместо того чтобы бить рабочих которые а уйдут быстрее б лишат хумана возможности отстраивать свои здания некто курасаки вышел из игры он уже все понял блэйд мастера здесь будет довольно регулярный систематичный предсказуемый маршрут на фонтан полечиться и вернуться с полными хп ну и вот смотрите сколько пизантов у хумана это это просто свободная дармовая экспа для блэйд мастера которую наконец начинает себе забирать за всех сил строится вышка но вот представляете если бы блэйд работал не по футменам а по рабочим с самого начала там бы если три несчастных осталось было бы хорошо выходит тем временем отличный ответ на застройку аторка вождь минотавров глав бык производителя осеменитель всего что только движется он хорош конечно в первую очередь из-за вейва который может уносить урон как по юнитам так и по зданиям особенно если здание ставится в рядок здесь shadow hunter ну в общем-то бесполезен его хил проблему не решит а вот вейв коровы проблему решит кардиналь но гаранта тем временем добывает себе в коллекцию его скальп андромат верховный маг и жрец хуманов на этой карте вышка одна построилась начинает отстреливать бору ну а орку нужно отстраивать где-то там в глубине да он уже это сделал он построил свою башню которая которая достреливает до вышки хумана чего нельзя вроде как сказать о стреляющим дозорном сооружении людей да она вышка хумана не достреливает до башни орка должна башня орка достреливать да вот она стреляет по ней что принесет немало проблем наде поскольку наде надо будет отчинивать вышка без персона находящуюся по дэмэджи нужно как-то катапульты заказать орку катапульте будет довольно трудно уехать из казарм поскольку опять же все это простреливается вышкой хумана снова приходит блэйд мастер бодрый радостный веселый и начинает отстреливать рабочих нужно орку еще где-то поставить где-то в центре карты ближе к таверне поставить магазин и тауреном беспрестанно регенить себе ману в принципе задача таверна здесь не драться задача таверна здесь быть магом и пускать вейв за вейвом внося определенные определенные уточнение скажем так в план точечной застройки хумана но орг этого не делает по крайней мере я не вижу строящихся где-то зданий зеленоухого заметьте эльфа строухи а орки зеленоухи хуман судя по всему сидит на тир один судя по количеству прибежавших рабочих и футменов хуман все еще находится на раннем этапе своего развития это даст определенные шансы орку но проблема в том что вот во первых у час отменит или не отменят строящегося катапульту или грунт я не знаю кто выходил из казарм кто бы то ни был сожалению его завалило шлакоблоками а и теперь орка действительно проблема ему не откуда строить катапульты и как отбивать застройку неясно может теперь штамповать только вышки нашел он точку g у фонтана место где его бугай может лечиться не доводя до бешенства местных жителей и в общем нашего орка абсолютно бесплатно на халяву отхиливать своих юнитов но это все хорошие новости для орка плохая новость в том что застройка судя по всему проходит но тем не менее есть один нюанс башни стоят очень далеко от орочек зданий зачем вот здесь их строит хуман но с одной стороны понятно чтобы не застани достреливала вышка орка который напоминаю рейндж рейндж шире чем у хуманской с другой стороны куда будут стрелять здесь вышки совершенно непонятно и зачем они здесь стоят тоже решительно не ясно ну будем посмотреть как говорится хуман все еще на тир-1 два футмана ждут ночи чтобы покроем темноты и сумрака также себя починить латы и доспехи на фонтане ну а хуман здесь решил обосноваться всерьез и надолго по полной как говорится программе будет здесь выстраивать свой филиал исследование завершено я бы сказал постройка город промышленного значения большую древо заготавливающую станцию поскольку больше тут хуман ничего построить не сможет кроме лесопилки пока вот может по крайней мере большим количеством пизантов сейчас собирать лес чтобы они здесь свой хлеб ели не бесплатно не зря таурен начинает себе да наконец-то орг догадывается о выстраивании побочных строений вне своей базы это стали ими стали казармы но лучше еще раз повторю где-то построить втихаря магазин и подкрысивать регулярными вэйвами это 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 было бы куда полезнее чем грунцера который в общем то здесь ничего не решат катапульты насчет катапульт ну не знаю да наверное могут они стрелять но главное чтоб казан построились попытка окружить архимага но орг не я это я вчера на стриме окружил тремя футменами и гномом вражеского героя да вот здесь футмены в санатории на санатор на курортном лечении две вышки но это единственное что может строить орга и да давным давным-давно он мог построить эти в глубине еще одни казармы вот магазинами хватает потому что таурену у таурена здоровья много у него мозгов маловато мозгов в которых закипает бурлящая мана живо творящим на нас на поле вышек слишком много но они стоят в рядок как раз под таурена эх с дабы 5 5 быка пятую корову которая бы сделал пару-тройку вывоз на эти вышки и хуман понял бы на нас напали всю тщетность таких построек понял бы свою главную ошибку тем временем футмены под дефенсом начинают атаку на башне плейд мастер по пути лишается всей маны нужно подрезать пару футманов таурен но тоже лишается всей маны естественно вышек уже слишком много и в общем-то хуман практически уже празднуют победу потому что орочи герои не смогут пройти на базу не лишившись всей маны и многих хитпоинтов потому что через этот лес хуманских башен пройти здоровым невозможно как москва-река искупавшись в ней вы никогда не будете прежде возможно у вас вырастут новые конечности откроется третий глаз борьба с футменами таурен без маны орг по-прежнему без лавки вот наконец-то лавка и наконец-то первые катапульты выезжают все это минут на 8 раньше сделать арку и был бы было бы полная малина было бы полное счастье ну а пока есть как есть хуман запускает great nighter 2 поняв что в общем то нужно какие-то новые перспективы развития и совершенствования а именно возможно постройка своих мортир возможно постановка экспанта возможно нужны конечно кастеры которые смогут может быть нужен второй герой где-то кастеры в общем хуман понял что он сумел застроить вложил большое колоссальное количество денег вышкин теперь пора уже думать о будущем орг тем временем на разведке вот здесь лавка открывается торговая у хумана и да наконец лесопилка построена и один пизан даже добывает драгоценный лес чем нельзя поздравить там видимо great nighter на масонаре есть выше потому что очень уж больно шлепают башню героям их очень много части терку лучше уже не ходить без охраны две катапульты в принципе футменов которые будут эти катапульты убивать можно быстро перещелкать и катапульты находят удобную ложбинку для того чтобы начать свою диверсионную работу прекрасно из темноты прилетают огромные камни на головы чинищем рабочим и на вышке такими валунами можно и мозги отбить блейдмастер тем временем получает четвертый левел это будут это будут вторые криты но подойти к хуманской армии возле вышек в орг решительно не может слишком уж мощный фокус от баша с другой стороны хуман не может подойти к урочим катапультом поскольку может конечно тут два героя быстро все это все это стадо разберут пытается сбить восстановление вот только сейчас до футман бежал но перепутал героя ему дали портрет блейдмастера и увидев корову которая происходит маны хапориген футман не сразу понял что с этим делать но архимаг поумнее фаерболом своим катапульта почему-то решили отойти да потому что героев далеко и испугался к ву так зовут орка испугался что футманы быстренько успеют их перерезать но хумана сейчас выйдут первые кастер возможно хуману нужно где-то подумать о закладывании вторички опа внезапно появляется говорящий со зверями грог барсук и намазывает барсучим жиром катапульты мгновенно катапульты бросаются в рассыпную но не все убегают здесь конечно они совершенно без прикрытия хуман грамотно вырезает катапульты неграмотно пытался футменами подраться с блейдмастером да и вот теперь у орка действительно проблемы а потому что с грогом барсуком и со свиньями катапультом не жить если с футменами еще разобраться можно то большое количество бесконечных самонов элементарий свиньи у хумана ну как а то не выдерживают такого давления когда-то такого не переживут в это время катапульта выезжает с другой стороны откуда не ждали да ладно ждали конечно и не до контролировать здесь орк теряет ее просто даже не решившись отводить забыв отвести свое осадное орудие и хуман наваливается наконец футмены со щитом огромное количество вызванных существ зверинец полон грант грунцер должен сейчас погибнуть под вышками да тяжело здесь орку тяжело ну а хуману можно потихонечку да он хочет еще одну вышку вырезать и уже потом спокойно набросится на main орка возможно имеет смысл построить кузницу и свою мастерскую здесь промпадурачьей базой под прикрытием такого количества вышек довольно быстро там две-три мортиры разберут и логово и естественно main орка но хуман решает пойти сложным путем он заказывать заказывает несколько арканец а именно 2 в количестве двух соответственно построек планируют планируют вызывать магов ну здесь присты наверно под вышками имеет смысл будет будет такой живой переносной фонтан она под вышками присты будут отхиливать наступающих футменов хотя здесь есть магазин я особо не вижу толка в пристах здесь интересно сколько грейдов у хумана на масонере на защиту здания футмены по полезней будут еще один зритель выходит из игры поняв видимо что у орка нет шансов на выживание и действительно ему не позавидуешь у него просто враги добрались до золотовалютных резервов сейчас вы выносят последнее логово и дальше дальше инкам орка закончится с потерей этого этого единственного оставшегося пристанища для рабочих что делать куда бежать как жить или мы постоянно тренируют катапульта орк пытается выносить вышки хорошего и сразу двух футменов отправляет на отдых безвременный а тут много 40 много 40 вот так себе орудия для убийства зданий правда вот то вышки же начинают достраиваться до достреливать до мэйна и конечно орков ну крайне неприятная ситуация практически все зрители я думаю вы тоже будете сейчас пребывать в полной уверенности что игра для орка почти закончена я честно говоря глядя это вместе с вами в лайве тоже так считаю но единственная надежда единственная надежда я питаю памятуя о том что это все-таки демка рубрики best replace и если хуман просто продавит орка то это будет слишком предсказуемо и понятно поэтому будем будем все-таки до последнего верить в зеленокожего неужели он здесь что-то сможет придумать хотя ситуация просто патова ушел зато рудник обрушивается у надо и здесь бы ему подумать все таки авторички правда у надо не остается голды и вышки почти все погибли ребят стоп под шумок орк каким-то образом сумел снести все башни у него герои более прокачены сейчас две карты продолжают сметать сопротивление хумана сколько вышек сколько вышек потерял надо на этих двух катапультах слушайте а не все так плохо орка герой у него лучше мэйн у хумана закончился нычку не поставил а надо было где-то под шумок поставить экспант и есть такая сейчас жалко катапульты но им не жить они под замедлением там без вариантов вот как и опять же таурен это отличный ответ на кастеров с его вейвом 2 уровня блэйд мастер доедает все что не до снёс не до смял таурен чифтан дает блэйд почти 5 и он очень жесткий очень жесткий задача хумана сейчас быстро уничтожить инкам оркому потом орку потому что орк и он берет всех рабочих для того чтобы пойти в последний и решительный бой он хочет снести орку мэйн и тогда тогда возможно лишившись инкам орк тоже окажется в незавидном положении тут до 5 левел этого лима не хватает 5 левела мастер клинка виндзя черепашка сейчас будет просто аннигилировать с одного крита возможно будет аннигилировать понеслись криты это выход из виндволка на 208 получикой на 216 минус конь минус конь у блэйда есть нет больше нет мана виндволк и он уходит на скролла в спиде уничтожив хуману главного героя остается бист мастер кого-то там жалкого 2 левела и сейчас на героя хорк сможет это расконтролить и у хумана есть последняя надежда нужно уничтожить мэйн вот это вот все халяв на экспа для орка нужно бежать сюда срочно убивать пизантов срочно убивать я напоминаю что по припа нету нету прибыли сейчас у хумана и больше новых юнитов не построит как заказать архимага денег-то на него нет и здесь блэйд мастер говорит спасибо закусывают ну просто посмотрите кладбище блэйд мастер просто пробежал по костям он себя почти до половины 6 левела набрал опыта у надо напоминать не денег на выкуп второго героя то есть первого героя конечно же своего главного героя и как все переворачивается с ног на голову я конечно я полагал что у орка есть шансы но я совершенно не видел что упали все вышки у хумана в чем была ошибка ну во первых нужно было пока было золото нужно было конечно прокачать с орком инвиз жизненно важный спелл для того чтобы спасать героев раз во вторых зачем столько 40 зачем тоже непонятно в третьих хуману нужно было обязательно найти время чтобы поставить экспант у него был была такая возможность но как орг сумел вытащить игру вы помните в какой-то момент у него не было производящих зданий около базы около мэйна орка была просто огромная толпа целое не знаю поселение из выше хумана казалось бы ну вообще здесь никаких шансов нет но каким-то чудом сейчас он в принципе сможет двумя героями крепить толстые точки за счет этих толстых жирных точек хороших и темов он может он сможет и конечно же добычи золота вот он пожалуйста животворящие тем для таурена большая банка маны привет кастер и в это время падает урочи экспант но орг судя по всему за счет криппинга точек и получения золота он сможет сейчас здесь поставить мэйн где-то здесь закрепив точку вот там вот внизу что-то строится что-то такое я не знаю на 9 часах какой-то желтый квадрат это конечно не черный квадрат малевича по желтый квадрат но тоже крайне туманный и загадочный хуман пытается докрепить но докрепливает он без ста до третьего левела опять же пытается заработать деньжат на выкуп архимага него есть целая полная база но хуман понимает что без инкам и все это база рано или поздно падет у блэйд мастера большой вул но это просто это праздник какой-то конечно на героях сейчас 40 должен расконтроливать и здесь уже я бы хуману не оставил никаких шансов но опять же пометую о том что это рубрика best replace можно предположить экстраполировать что здесь все будет происходить как на качелях и сначала чаша весов явно склонилась практически на пол полностью на сторону хумана теперь же наоборот я не вижу аутов я не вижу аутов у человеческой расы у надо кабан начинает терзать строящийся экспанторка но теперь уже main нужно конечно двум героям побыть здесь рядышком не дать отменить ничку и как только ничка достроится вот непонятно откуда хуман будет дальше брать деньги на во первых на выкуп архимага во вторых на постановку экспанда все что у него есть это вот пять кастеров и бист мастер все что-то продал конечно и вот на последние деньги до нас экономлены и знаете там заложенный под матрас деньги к стабилизационного фонда хуманская раса находит все-таки средства изыскивает на воскрешение президента возвращают президента в страну как говорится в игру а торг ему объявил импичменты химагу было крайне нелегко так архимаг воскрешается если у 40 great на вниз я не знаю просто 5 blade он с архимагом поговорит очень быстро поверьте тем более под ауры таурена там вэйв пара-тройка автоатак если крит криты вылетят то архимаг снова отправится в этот раз уже в окончательное путешествие в страну вечной охоты blade продолжает здесь бы да нет все правильно бэрблэйд продолжает охоту на кабанов вообще не часто увидишь кого-то кто идет на кабанов с шашкой вот blade один из таких нужно ему ружье дробовик ему нужно сабли и вот еще на одну жирную . покушается орк здесь хуману я не знаю но он боится хуман тоже боится понимаете если он сейчас пойдет отменять орку нычку вторичку да то соответственно может потерять всю армию а по после этого можно надев выходить из игры пизан ты наконец понимает что надо где-то добывать золото и четыре отважных старателя отправляются намывать золотишко но пока нашли только бревна увидели рудник не знаю почему они золото не схватили нас атакуют аукву аукву еще и лимита нету да но здесь очень долго предстоит ему тут и леса нет у него и золото ему ему предстоит еще полчаса собирать ресурс для закладывания нычки ох 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 практически патовая ситуация в практически ситуация безвыходная у хумана все что ему остается это надеяться на лучшее но надежды на лучшее обрезают вот эти двое больших толстых героев орка посмотреть что за и тем выпал таурену здесь никому не нужны плащ теней по-прежнему лежит а что собирается делать хуман непонятно у него еще один пи еще один пизан стоит курит ему нужно где-то таскать золото конечно под шумок по тихому если выйдет архимаг можно отправлять саммонов но в принципе раскормит орка до шестого левела там блэдмастер придет блэйдсторм сделает так здесь шар прозрение но не самый полезный наверное девайс хотя орк может время от времени систематично просвечивать хуманские точки отыскивая экспанды сейчас может да сокол кстати это хорошая подкрепа инвиз практически не работает у блэйдмастера и хуман просто стоит на своей базе но у база орк это начинает добывать здесь нужно постоянно хуману постоянно нужно отправлять саммонов желательно под инвизом на побочку оркой убивать пизан убивать его рабочих ну вот вцепился в крит один крит второе пар химагу еще пара ударов и лошадь снова падает так и не прокачал хуман инвиз сорком и ну что здесь сказать но это черепашка ниндзя он такой он такой его сабля длиннее сейчас может еще и бист упасть черепашка это понимает можно передать инвул и просто биста вырезать час под инвулом а нет все бист отрегенил хп видимо там что-то купил уже ближе два пушина врубает инвул блэйдмастер вэйв еще один бист фраг нет он ничего не купил то магазина хп нужно было вгрызться в биста норк решил не рисковать если мана на вэйв да ну тут гг конечно хуман все понимает и в общем то эта игра осталась свидетельством того что не нужно опускать руки всегда нужно бороться до конца с одной стороны с другой стороны ни в коем случае нельзя противопоказано расслабляться если у тебя выигрыш на если у тебя казалось бы уже беспроигрышная абсолютно ситуация и не нужно раньше времени ликовать и пренебрежительно относиться к сопернику играть нужно до конца хуман в какой-то момент абсолютно уверовал в свою победу совершенно перестал играть и думать в итоге орк воспользовался единственным шансом который ему предоставился прокачал героев подшумок выстрел выстрел вышки хумана и дальше дальше вцепился в горло дедушки на лошади такие дела друзья смотрите наши следующие выпуски подписывайтесь на мой канал на youtube подписывайтесь на канал на youtube сайта goodgame.ru смотрите варкрафт играйте в него ну и до новых встреч с вами был бани вур и гг точка ру до свидания до новых встреч ребят